Может ли дистанционное образование повернуть на благо народа? Так оно уже на благо народа, понимаете? Если у вас есть нормальная живая школа, нормальный живой вуз, то, конечно, дистанционное образование – это убийство образования. Но если я, пардон, в макароносверлильном техникуме учусь, или в вузе, который хуже макароносверлильного техникума, а я могу слушать лекции лучших преподавателей мира. Слушайте, я могу слушать Фурсова, я могу слушать Пыжикова, хотя он и умер уже, а я могу его слушать, я все выходные слушаю Пыжикова. Я могу слушать Клёсова, который а две недели в год сюда приезжает. Я могу зайти в лучший вуз мира и слушать, заплатив несчастные 20 долларов, а то и ничего не заплатив лучших преподавателей мира. Да, для этого нужно иметь мотивацию. Для этого нужно знать английский язык. Для этого нужно захотеть искать и понимать, как искать. Но я могу это сделать сейчас. Когда я учился, это было недоступно. У меня был препод, и все! Но учебник я мог найти старый, по нему поучиться. Экзамены в СССР были не сложнее ЕГЭ. Экзамены в СССР были другие. При советской власти вы должны были иметь базовые знания, и вы должны были уметь выстраивать причинно-следственные связи. Вы должны были уметь мыслить. Вот если я на математике доказывал какую-то теорему один в один, как в учебнике, меня потом терзали беспощаднейшим образом. Очень долго. Потому что было подозрение, что я просто вызубрил, не понимая смысла того, что я говорю. А ЕГЭ это вызубрить, не понимая смысла. Это тест. Продолжение следует...